Добрый вечер, товарищи! Это Агитблог по живому, как всегда, в четверг в 7 часов новый выпуск. Сегодня мы говорим с Егором Яковлевым, историком, занимающимся изучением советского периода нашей истории и советской идентичности в целом. Егор, привет! Привет! Это еще актуальная тема? Это что-то отжившее или это что-то, к чему мы еще все-таки имеем какое-то касательство? Советская идентичность, советский народ, советская нация, она была, мы все помним классическое определение нации, еще Сталин отдававшиеся. Насколько оно вообще применимо сегодня к советскому, тому, что нас сопровождает, что досталось нам от родителей? Был такой советский народ? Есть такой народ еще? Сначала отвечу на вопрос, актуальная ли эта тема. Мне кажется, это не просто актуальная, а самая актуальная тема. Советская история – это самая актуальная история, которая только может быть. И если мы обратимся к сетке телевещаний, то мы увидим, что подавляющая доля исторических программ – это исторические программы именно советской истории. То есть 18-й, 19-й век и все другие эпохи не так волнуют зрителя, как его волнует эпоха революции, Великой Отечественной войны и распада Советского Союза. Вот это три главных темы, которые, наверное, больше всего представлены в современном телевещании. Что касается советской идентичности, то, конечно, безусловно, это очень важная тема, потому что мы за последние годы стали и продолжаем быть свидетелями конфликтов на постсоветском пространстве, очень болезненно переживаемых. И все это следствие как раз распада той самой советской нации, которая реально существовала и сформировалась, на мой взгляд, после Великой Отечественной войны окончательно. То есть распад продолжается, но нация существовала? Распад, распад, нация существовала, безусловно. Это то, что называется общностью советский народ? Да. Не в полном смысле как бы нация, это, наверное, не совсем подходящее слово, но тем не менее, это было. Безусловно. И это продолжает умирать на наших глазах? Безусловно, потому что, я бы даже сказал, что происходит не умирание, а убивание, потому что советский народ, как бы мы ни относились к слову «скрепа», в значительной степени скомпрометированному, опять же, современным телевидением, но существовали очень мощные скрепы, которые держали этот советский народ. И я думаю, что можно говорить даже о складывании некого существования советского менталитета. Вот. И на постсоветском пространстве работают очень мощные националистические контрпроекты. Есть такой контрпроект украинский, армянский, грузинский. Есть русский контрпроект, который работает на уничтожение, убивание этой советской нации. И ядром этого убивания является, безусловно, взращивание местечкового национализма. Эта банка с вирусными штаммами очень напоминает мне то, как выглядел комитет освобождения народов России, созданный в свое время Гиммлером. И весь инструментарий которого был впоследствии передан практически в неизменном состоянии центральному разведывательному управлению и нашим международным партнерам. То есть это такая плавная деконструкция советской ментальности, замена пролетарского интернационализма и дружбы народов, как ты сказал, местечковым национализмом, с опорой на резко, ярко выраженный капиталистический характер новой, пришедшей на смену советской общественной формации. То есть выращиваются хватки местеческие кланы, неважно, в Татарстане, в Бурятии, или на Украине, или в Молдавии, или в Белоруссии, неважно, выращиваются везде одно и то же. И каждому такому кланчику выдается на вооружение националистическая идеология, которая строится в первую очередь на отрицании советского прошлого. Да, совершенно верно. Ну и надо понять, что помимо националистических кланчиков, которые, возможно, и скорее всего, понимают, что к чему, и понимают, что это инструменты, существует еще большое количество обывателей, которые одурманены этой националистической идеологией, и которые учатся с младых ногтей ненавидеть советское прошлое, ненавидеть Советский Союз, Советский проект и вообще советскую идеологию, потому что этот проект якобы отрицает их националистическую идентичность. Ну, грубо говоря, Советский Союз и советский народ и советская культура были построены на костях русского народа за счет отрицания русского, и поэтому советское — это антоним русскому. Да, да, естественно. Это одна из магистральных линий, например, портала «Спутника Погром», который прямо делит и современное даже население, продолжая делить на некое русское сознательное меньшинство, русско-европейское, и огромную советскую массу, которая не способна принимать решения, не способна к созиданию, но единственное, что может, это трудолюбиво выполнять задания настоящих русских. То есть эти люди не заслуживают того, чтобы их брать в светлое национальное будущее? Да, они за кругом, но можно их призывать выполнять какую-то работу. Ну, если мы посмотрим на то, что происходит в других епархиях, то увидим там абсолютно такую же картину. Я в свое время просто поразился тому, насколько похожа эстетика, она привлекательная эстетика, никто с этим спорить не будет, «Спутника Погрома», на аналогичные сайты, создающиеся, допустим, татарскими националистами, тюркскими националистами, приверженцами идеи пантюркизма. Они абсолютно не стыкуются в идеологии со своими шовинистическими собратьями из числа русских националистов, наоборот, они готовы резать друг друга и убивать друг друга. Но в визуальном оформлении, с точки зрения пропаганды и с точки зрения ненависти к Советскому Союзу, ненависти к большевизму, они абсолютно идентичны. Это правильно сказал про Конор, про Гиммлера, потому что, если мы посмотрим на то, кто выдвигается в качестве национальных героев, вот этого местечкового национализма, то мы увидим, что практически на всем постсоветском пространстве, в каждой бывшей Советской Республике, это герои, которые в той или иной степени сотрудничали с нацистским режимом в России. Это Власов, на Украине это Бандера. В Армении это НЖД, вот сейчас, например, митинги в Ереване проходят, а их центром является площадь НЖД, которая еще вчера носила имя одного из героев армянской социал-демократической партии. Но сегодня никто не смеет поставить под сомнение авторитет НЖД, хотя этот человек участвовал в вербовке добровольцев в Армянский легион, вермахты, если я не ошибаюсь. То же самое касается и Бандеры, и то же самое в значительной степени касается и Власова. Власов, Краснов. Да, Краснов это идол другой идентичности, казачий, потому что недавно мы были свидетелями обращения руководителя кубанского казачьего войска в Государственную Думу, выдвинул законопроект с предложением признать казачество отдельным народом. И следующим этапом, после того, как казачество будет признано, у меня нет сомнений, отдельным народом, следующим этапом будет вопрос... Нет сомнений в том, что это случится? Нет, нет сомнений в том, что если это случится, то следующим этапом будет вопрос о сепаратизме. Юга России... Ну, собственно говоря, как Донская республика и создавалась, как... А я путаю, или Всевеликое войско Донское, его флаг сейчас, это флаг Ростовской области по-прежнему? Да. То есть вот эти зерна, эти молекулы сепаратизма, они, в общем-то, даже в сегодняшней нашей конструкции государственной уже давно присутствуют. И прорастают. Там есть памятник Петру Краснову, который не снесли после соответствующих сигналов вышестоящей инстанции, а просто заменили его название. Якобы это памятник казаку. И он находится на частной территории, поэтому прикасаться к нему нельзя. А то, что, например, на Ростовском драматическом театре, может быть, я отстал от жизни, что-то изменилось, но барельефы, возвращенные из эмиграции, иллюстрирующие отдельные сцены из Тихого Дона, выполнены талантливым скульптором, но вообще-то отступившим в свое время в Красновском обозе за границу аж до Канады, в конечном счете, до путешествовавшимся, вот это тоже говорит о том, в каком состоянии массовое сознание находится. Да, из Краснова пытаются лепить героя, хотя его героический ореол был под большим сомнением еще во время гражданской войны, потому что Краснов был одним из первых антисоветских лидеров, который вступил в отношения с Казировской Германией. Он фактически заключил союз и даже приглашал Казировские войска захватить царицы на Воронеж, из-за чего у него были очень серьезные конфликты с генералом Деникиным. Был скандал между Красновым и Деникиным, на котором Деникин ругал Краснова, фактически называл Донскую армию проституткой, и вся добровольческая армия называла ее проституткой. Но Краснову было что ответить Деникину, он говорил, допустим, да, я предатель, я сотрудничаю с немцами. А кто вы? Ведь вы берете у меня снаряды, которыми вы стреляете от большевиков, а снаряды это немецкие. Я получил их от кайдера. Возникла вообще вот середина 18-го года уникальная ситуация, когда две воюющих коалиции, Четверной Союз и Антанта, одновременно фактически воевали против большевиков, и эта смычка осуществлялась через Донскую пронемецкую армию и добровольческую армию, которая была в союзе с Антантой. То есть фактически они продолжали быть в состоянии войны, но одновременно при этом воевали против большевиков. А нет противоречия, прежде чем мы вернемся к разговору о советскости и чертах советской идентичности, нет противоречия между тем, что нам сегодня всячески из всех медийных площадок, из всех экранов телевизионных пытаются внушить, что единая и неделимая, единая Россия тоже откуда взялась формулировка, что мы вроде бы как в этом наследуем концепции нашего белогвардейского движения, тем самым людям достойным и благородным поручикам Голицыным, которые не приняли хама кровавого большевика и отстаивали целостность и нерушимость границ Отечества. Но в то же время получается, что самый верный путь утратить это единство, целостность и неделимость, это, собственно, реабилитировать самих белогвардейцев и тех из белогвардейцев, которые впоследствии стали нацистскими коллаборационистами. Потому что по факту сохранить единство таким образом невозможно. Как только ты начинаешь воспевать в одном месте, предположим, Врангеля, в другом месте ставить памятник Краснову, в третьем вешать табличку Маннергейма, в четвертом, значит, вспоминается об идентичности сибиряков и о Колчаке. В Татарстане, естественно, есть свой язык Валидии, прошу прощения, в Башкирии, а в Татарстане кто-нибудь еще. Короче говоря, тут же, как будто бы из небытия вытаскивается вся картина гражданского противостояния 20-х годов, и о целостности, единстве и неделимости можно забыть. То есть, вернейшая дорога к утрате единства и неделимости, это как раз разговоры о единстве и неделимости по-белогвардейски. Это то, с чего мы начали. Это один из инструментов разрушения нации, когда разным частям национального организма прививается представление о контрарных национальных героях. То есть, одна нация не может одинаково почитать Власова и Жукова и Рокоссовского. Это невозможно. Точно так же она не может одинаково почитать, допустим, Буденного и Краснова. Поэтому у нас уже сейчас есть зерна разрушения даже современной российской нации. И эти зерна, они как раз прорастают. Мы это видим, потому что все больше и больше навязывается представление о героизме белых, и все меньше и меньше мы вспоминаем о героизме красных. Хотя и в этом отношении доходит буквально до шизофрении. Потому что если кто-нибудь из современных историков или политологов, появляющихся на телевидении, скажет, что Красная Армия, которую брала Берлин, это была армия насильников, наркоманов, армия быдла, этого человека немедленно заклеймят русофобом, и он будет подвергнут всеобщему осуждению. Возможно. Скорее всего. Скорее всего. Иногда такое происходит. Мы видели, но, как правило, когда происходили какие-то подобные прецеденты, например, заявление Бильжо о Зои Космодемьянской, там было очень много осуждений. Это вызывало резонанс. Осуждение это вызывало резонанс. Но все то же самое очень часто и очень много говорится, например, о людях, которые штурмовали Зимний 25 октября 1917 года. Про них говорится, что это насильники, которые изнасиловали женский батальон стоявший. Мочились в крустальные вазы. Нюхали кокаин и так далее. То есть это образ быдла. При этом люди, которые это говорят, они не понимают, что Зимний брали ровно те же люди, буквально, ровно те же люди, которые потом в 45-м году штурмовали Берлин. Среди участников штурма Зимнего дворца, среди участников Октябрьского вооруженного восстания, более десятка героев Советского Союза, которые это звание приобрели уже в Великое Отечество. Будущих. Будущих, да, будущих героев, а в это время рабочих, либо красногвардейцев из Петрограда. Либо солдат обыкновенных, может быть, унтер-офицеров. Но тех людей, которые потом дорастут до карьерных высот в Красной Армии и внесут весомый вклад в победу. Это одни и те же люди. Вот это понимание, которое очень важно озвучить. И как-то также забывается, что среди тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной, было немало героев гражданской войны. Вот недавно был спор, в результате которого один из историков заявил, что в 1941 году в бой вступила не та армия, которая выиграла гражданскую войну. А, ну да, конечно. Это были унтер-офицеры, это имеется в виду. Не та армия, потому что та армия, которая выиграла гражданскую войну, она была расстреляна в 1937 году. Ну или в какие-то предшествующие репрессии. Это не так. И более того, даже офицеров царской армии, в армии времен Великой Отечественной, присутствовало достаточное количество. А Карбышев кто, извините, например? Карбышев, безусловно. Ну, конечно, мы будем неправы, если скажем, что преимущественно это были кадровые офицеры императорской армии. Конечно, это были в основном офицеры военного времени. То есть разница заключалась в том, что кадровая армия – это армия, которая готовится в учебных заведениях, и вся жизнь этих людей была посвящена военной карьере. А офицеры военного времени – это люди, призванные во время Первой мировой войны, сделавшие определенную карьеру. Например, Александр Михайлович Василевский. Он закончил Первую мировую войну в штаб с капитаном и по старым порядкам выслужил бы себе личное дворянство, если бы Российская империя сохранялась. Но это не помешало ему впоследствии воевать в Красной армии и стать маршалом Советского Союза. То есть он сделал все-таки выбор в пользу красных. И таких героев очень много. А те люди, которые, скажем, в офицеры не выбились, например, Жуков и Рокоссовский, они тоже были видными героями. Они были георгиевскими кавалерами, то есть людьми, которые получили свои награды за храбрость. Потому что Георгиевский крест нельзя было получить за службу в ТЭЛУ. Это признак военного подвига. Это были явно выдающиеся люди. Но тем не менее их выбор тоже был в пользу красных. И 20 лет, которые прошли между двумя воинами, не пролетели для них незаметно. Оба этих знаменитых человека учились, много времени потратили на обучение, сделали блестящую карьеру и были готовы к этой новой войне, к войне моторов, которая в 1941 году началась. Безусловно, Красная Армия времен Гражданской войны сумела заполучить значительную часть дореволюционного офицерства. Меня всегда волновало, почему. Потому что понятно, что все эти люди не были большевиками. Я думаю, что я приблизился к разгадке этого секрета, изучив биографию всех этих людей. Есть вещи, которые объединяют, например, будущего маршала Шапошникова, тогда полковника, как раз подполковника Карбышева, и многих других офицеров, того же Василевского, многих других офицеров, которые уже в Гражданскую войну служили в Красной Армии. Секрет этот очень прост. Главную роль здесь играла солдатская масса. Мы помним, что после приказа номер один, уже после Февральской революции, в войсках были созданы так называемые демократические организации, то есть солдатские. Да, разные комитеты, которые должны были изначально руководить политической, а не военной жизнью солдат. Но поскольку после Февральской революции граница между политической и военной жизнью солдат практически стерлась, и всех солдат, в первую очередь, волновало, чтобы их не отправили воевать против собственного народа, что и периодически происходило. Поэтому солдатский совет, например, Петроградский совет рабочих солдатских депутатов не позволил генералу Корнилову в апреле 1917 года открыть огонь по толпе, чтобы разогнать толпу. Для Корнилова это был шок, он не понимал, как это может происходить, и поэтому он покинул пост командующего Петроградским военным округом и уехал на фронт. И в итоге именно эта ненависть к советам, к солдатским комитетам, к солдатской вольнице, она и привела Корнилова к созданию добровольческой армии. В итоге были и другие офицеры, и те офицеры, которые в итоге оказались в Красной армии, они в своей биографии, как правило, имеют один очень любопытный факт. Они были либо членами комитетов полковых, в которые входили офицеры, либо после уже Октябрьской революции они своими соединениями избирались в качестве командиров. То есть солдатская масса затягивала их на сторону революции. Понятно, что они были не большевиками идейными, но они пользовались уважением и симпатией солдатской массы, потому что были хорошими командирами. И это, собственно, и заставляло солдат, при том, что ситуация была очень тяжелая, и к офицерам было очень предвзятое отношение со стороны солдатской массы, но тем не менее солдаты избирали этих офицеров своими командирами, то есть либо подтверждали их, вот этот командирский статус. И очень часто происходили случаи, когда солдаты, скажем, своего полка могли защищать своего офицера от нападок солдат другого полка, требовавших его на расправу. Есть, например, очень интересные документы из биографии генерала Дмитрия Парского, который впоследствии участвовал в обороне Петрограда во время немецкого наступления весной 1918 года. Он был арестован. Он был арестован в Ставке, потому что отказался признать Брестский мир, отказался вступать в переговоры. Он не мог возвыситься до понимания причин необходимости этого. Но тем не менее, новый командующий армии, назначенный вместо него бывший подпоручик, направляет в Петроград письмо вслед Парскому. И пишет в этом письме, что Парский в течение длительного времени работал с демократическими организациями и относился к солдату как к человеку, а не как к бездушной единице. И просит за него. Парскому солдаты уже в 1917 году подносили солдатский Георгиевский крест. Знак того, что он был наравне с солдатами и считался в этой среде своим человеком. Ты пролегла такая классовая граница по отношению к простому человеку, к простым людям. Либо ты считаешь этих людей быдлом, которые должны беспрекословно, как у Куприна, в поединке подчиняться и терпеть, когда ты крушишь зубы. Либо ты... Но с другой стороны, напишет Деникин в своих очерках русской смуты, что вот фронт рухнул из-за этих комитетов, потому что тут же с ним вместе упала и субординация, перестали выполняться приказы и так далее. Но как бы то ни было, именно это отношение к людям стало разделительной чертой. Я вспоминаю просто в интервью, Жарес Алферов рассказывал нам о том, как его отец, по-моему, на территории Белоруссии происходило дело, он участник Первой мировой войны, как он примкнул большевикам. Вторая причина, по-моему, если я правильно запомнил рассказ, состояла в том, что все и солдаты, и офицеры в какой-то момент ощутили полный паралич, бессилие центральной власти и буржуазного правительства, и стоящего за ним класса капиталистов в организации элементарного снабжения фронта и уж тем более в ведении победоносной войны. Да, безусловно, это было. Я бы хотел прокомментировать про Деникина. Деникин-то прав, безусловно. Солдатские комитеты разваливали фронт, да, до разваливали фронт, потому что, конечно, там все уже подгнило и до февральской революции. Если бы не подгнила, она бы, наверное, не произошла. Но здесь надо задаться вопросом, а почему солдаты потребовали создания этих комитетов? Они потребовали создания этих комитетов именно потому, что они хотели воли, они хотели сами управлять, они больше не хотели терпеть вот эту забитость. Я бы подчеркнул, что февральское восстание в Петрограде, оно как раз увенчалось успехом именно за восстание гарнизона петроградского. А что представлялась себя петроградский гарнизон в феврале? Это 300 тысяч человек, согнанных в Петрограде и содержащихся в совершенно скотских условиях. Они все готовились к весеннему наступлению. Не было даже достаточного числа казарм. Их размещали в абсолютно непригодных для жилья помещениях. При этом солдат был сословно очень серьезно ограничен. Например, в ходе очень кровопролитной войны, уже второе десятилетие XX века, русский солдат, например, не мог идти по тротуару Невского проспекта. Он мог идти только по проезжей части. Это напоминает мне надпись во времена Бронеса-Потемкина. Вход для собак и младших чинов на набережную запрещен. Эта надпись сохранялась, во всяком случае, в 1909 году на Летнем саду. И было разбирательство. То есть, одна газета подняла вопрос, почему у нас до сих пор не пускают солдат. Военное министерство ответило, что военные не запрещали. И запретила, видимо, сама администрация Летнего сада. Вход для солдат. Разрешила ли она в 1910 году, после вот этого гаситного скандала, я не знаю. Но буквально еще накануне войны вот эти перегородки сохранялись. И солдат, например, не мог зайти в салон трамвая. Он мог ехать только на подножье. Солдат это такой своеобразный негр того времени. Да. А самое главное, что страшно, что является вот такой отличительной чертой этой классовой разницы. Это обращение на «ты». В царской России. Он на «вы», к нему на «ты». Да, он на «вы», к нему на «ты». Но это касалось не только солдат, это касалось и крестьян, и рабочих. И по нему, вот по этому обращению, пролегала граница. То есть это видимое... Это прям наглядное крепостничество. Да, да. Наглядное крепостничество. Об этом Толстой, например, писал в своей знаменитой статье о голоде. Что у нас есть два народа, фактически. Мужикам говорят «ты», господам говорят «вы». Так вот, все это сохранялось. И если мы прочтем приказ номер один, то одно из первых требований вот этой солдатской массы, приказ номер один, он был написан, конечно, не какими-то там английскими шпионами, как у нас сейчас периодически пытаются представить, и немецкими, и даже не социал-демократами. Там модный социал-демократический адвокат Соколов только все это записывал под диктовку солдат и матросов, которые в качестве аргументов в штыки показывали, и не записать за ними было невозможно. И вот там одним из пунктов идет называть нас на «вы», обращаться на «вы», чтобы господа обращались на «вы». Это свидетельство именно роста классового сознания. То есть эти люди воспринимают себя личностями и профессионалами, и они понимают, что это дико, когда вроде бы их отправляют на фронт умирать за родину, но они для своих руководителей, то есть фактически для этой родины, они рабы и крепостные. То есть, безусловно, царская Россия, она сохраняла остатки крепостничества, остатки феодализма, и это было одной из причин, по которой, и в частности, по отношению к солдатской массе, это было одной из причин, по которой этот взрыв в результате произошел. И Деникин, как человек все-таки честный, не мог про это тоже не написать, и у него это тоже есть. Ну, и если мы слегка выдернем себя из исторических глубин, в которые мы сейчас погрузились, и вернемся к разговору о советской идентичности. Ты сказал о пережитках феодализма и предшествующих формаций, которые сохранялись в быту и в повседневности дореволюционной. У многих, у меня в том числе, есть ощущение, что эти пережитки сегодня возвращаются как ценности, они насаждаются, они восстанавливаются. Вот эта вся игра в аристократию, все эти французские булки и белые орлы, и вальсы Шуберта, они только поначалу казались игрой, а сегодня они оборачиваются просто реставрацией, просто реваншизмом каким-то. Конечно, это идеологема, которая позволяет восстановить социальное расслоение. Безусловно, я несколько раз, будучи в компаниях взрослых, образованных людей, слышал не просто одобрение в адрес вот этой стратегии, а некие призывы, как можно скорее восстановить это социальное расслоение и отгородиться от народа, чтобы вот нигде нельзя было пересечься с каким-то быдлом. Потому что, и безусловно, я это вижу сплошь и рядом. То есть сегрегация, которая воцарилась в обществе после 91-го года, подбирает себе подходящий мундирчик, подходящую одежку, и этой одежкой оказывается вот форма корнета Аболенского или Исаула, какого-нибудь недобившего коня. С одной стороны, это потешно и дико, это идиотизм, все эти потешные нагайки и балки, а с другой стороны, это страшно, потому что в этом мне лично видятся некие аналогии с того, что происходило в Германии в 1933 году, была тоже потешная сторона, и все эти парады с венками, с факелами, и в народных костюмах, и первые марши Фрайкора, где воспевалась историческая родина про отцов и так далее, было к чему обратиться, были истоки, к которым преподали те люди. Мы не той же дорогой шагаем. Ну, я бы сказал, что есть очень много схожих, на мой взгляд, из того, что на поверхности, например, трактовка событий Первой мировой войны, потому что нацизм взращивался на идее удара в спину. Немецкая армия стояла на окраинах Парижа, до победы оставалось чуть-чуть, но проклятые жиды и коммунисты ударили в спину, и поэтому Германия не смогла победить. И из-за этого она терпит, из-за этого она претерпела в годы Веймарской республики, и только сейчас мы поднимаемся с колен. Если мы обратимся к официальным трактовкам Первой мировой, мы увидим очень похожую картину. Русская армия стояла на пороге победы в феврале 17-го года. Западные державы готовы были отдать Царьград. Да, да, готовы были отдать Царьград, но не хотели и интриговали, чтобы только не отдавать Но мы бы его все равно получили. Да, мы бы все равно его получили. И только вот эта проклятая революция, в которой создала коалиция британского посольства и либералов, под которыми минуется группы и деятелей. Да, задуривших голову простого народа, и безусловно там шпионы наймит Ленин. Раньше классическая белогвардейская теория, что Ленин был немецким шпионом, сейчас обогатилась, видоизменилась, подверсталась под современные реалии. Теперь это агент англосаксов, явные летания. Ну и мирового сионизма одновременно, это не взаимоисключающая версия. Неважно. Короче, удар в спину нанесен, и поэтому... Удар в спину нанесен, и поэтому, собственно, нанесен удар в спину, благодаря которому мы сошли со столбовой дороги цивилизации, и теперь она срочно на нее вернулась. Вот мы на нее 25 лет возвращаемся. И вот мы снова на ней, и вот, собственно, а столбовая дорога цивилизации, она невозможна без этого социального расслоения. А как? Есть люди более трудолюбивые, которые много работали, заработали, и вот поэтому... Они молодцы вообще. Поэтому, да, они молодцы. А если у тебя не получилось, ну, сам виноват, надо было больше работать. Вот тебе удочка, и может быть появится рыба в какой-то момент. Да, да, поэтому, конечно, безусловно. И я отсмотрел практически все, что было снято. столетию Октябрьской революции, показан по Центральным каналам. Я думаю, что я не ошибусь, если я скажу, что во всем этом проглядывают очень серьезный нацификаторский тренд. То есть происходит не только десоветизация, происходит нацификация массового сознания в России. Да. Это громкое заявление, на самом деле. Да, да. Например, вот из вещей, которые навели меня на эту мысль. Например, по Первому каналу прошел фильм «Подлинная история русской революции». Главным героем этого документального фильма был выбран философ Борис Валентинович Яковенко, который написал одноименную книгу «Подлинная история русской революции», имея в виду под этим названием февральско-мартовскую революцию, потому что его труд просто до Октябрьского вооруженного восстания не дошел. Борис Валентинович Яковенко по своим политическим убеждениям был СССРом, был членом революционного движения и дважды арестовывался. Сначала в 1905 году после убийства великого князя Сергея Александровича и второй раз в 1912 году после второго ареста он навсегда покинул Россию, переехал в Италию и за всеми событиями революции наблюдал оттуда. Его единственным источником для написания своего труда была пресса. То есть он, в общем, не историк, а скорее такой публицист, который как-то пытался скомпоновать по заказу издательства итальянского события. Но поскольку он был человеком все-таки левых эсеровских взглядов, то вся его книга состоит из двух поочередных воплей. Сначала первая часть это вопль ненависти по отношению к царскому правительству, к Столыпину, которого эсера, как известно, резко критиковали, к Николаю II, про которого он пишет, что это был человек, который ненавидел русский народ, если не понимать под ним провокаторы, приказчика и полицейского, то это был, безусловно, ненавистник русского народа. Вторая часть это вопль ненависти против большевиков, которые не дали милому сердцу Яковенко, Александру Федоровичу, Маккеренскому построить правильную демократию, правильную народовласть в России. Правда, эта книга была издана небольшим тиражом издательством Дом Александра Солженицына, в России ее уже сейчас нигде не найти, но я пошел в Российскую национальную библиотеку и прочитал от курки до курки. А где признаки нацификации? Сейчас я расскажу. Да, признаки нацификации в фильме, потому что фильм, якобы поставленный по массивам книги Яковенко, где он выдвинут в качестве персонажа, его там показывают, он является действующим лицом, некоторые цитаты из него приводятся. Но вся вот эта начинка яковенковская, она подменена именно таким православно- елейным материалом, который представляет Российскую империю в качестве идеального государства, которое не имело никаких объективных причин для революции, которое было православно-самодержавно-народническим, и только вот те гнусные враги, о которых я уже говорил, либералы, британское посольство, плюс такие же наймиты-большевики, они сумели уничтожить вот эту великолепную страну. И наряду с ничего не значащими, ничего не объясняющими цитатами Яковенко там приводятся цитаты из просто патриархов правомонархической публицистики, таких как Олег Платонов и Михаил Назаров. Цитаты чрезвычайно характерные, например, о том, что якобы сам Ленин признавал, что если Столыпинская реформа будет успешной, то революция в России невозможна. Хотя Ленин имел в виду прямо противоположное. И собственно вот это вот такие люди как Назаров и Платонов это люди, которые много лет взращивали такой нацификаторский тренд в России. Ну в чем? Ну черно-желто-белый флаг, ну империя. А где вот нацификаторские черты у этого подхода? Он нам хорошо известен, черносотинский в общем-то. Или там шаг дальше делается? Шаг дальше делается в трудах людей, цитаты из которых практически дословно звучат в этом фильме. То есть если мы заглянем чуть-чуть глубже и посмотрим, что наряду с этими цитатами написано в их трудах, мы поймем, что это безусловно воровская отряда. Ну да, да, ну вот ты упомянул черносотинство, черносотинство это протонацизм. Это протонацизм и нацизм он очень много от черносотинства взял, безусловно, потому что многие легенды нацизма они были подпитаны русской правомонархической эмиграцией. Это абсолютно несомненно. Такие люди, как Борис Бразволь, работавший в Соединенных Штатах у Форда и был главным идеологическим антисемитом из русской эмиграции в США или Григорий Шварц-Бастунич, который был офицером СС и который весьма и весьма был одно время близок к Гиммлеру. Это те люди, которые питали современную правомонархическую публицистику. Например, история о ритуальном характере убийства Николая II была популяризирована Григорием Шварцем Бастуничем в нацистской Германии и вошла даже в эпохальный псевдонаучный труд нацистского ученого Шрама в 1943 году, вышедшем под названием «Ритуальное убийство у евреев». Он там прямо ссылается на Шварц-Бастунич и пишет, что евреи ритуально убили Николая II. Но всего же этого в фильме нет. И ты говоришь всего лишь об одном фильме. Вот. Этого нет в этом конкретном фильме, но это звучит например из уст Натальи Поклонской. Это звучит из уст депутата государственной думы. А потом кто-то въезжает в кинотеатр. В Государственные думы, да, потом кто-то въезжает в кинотеатр, но мы не слышим по Первому каналу рассказов о том, откуда она это взяла. Мы не слышим о том, что это старая нацистская легенда. Понимаешь? Вот. Ее точка зрения она как минимум равноправна со всеми, хотя это полный бред, но она как минимум равноправна со всеми остальными точками зрения. Она конкурирует, она захватывает все больше и больше умов. Вот. То есть откровенный вот этот черносотенный и протонацистский бред не находит никакого противоядия в официальных медиа. В чем нацификация? Вот если поставить вопрос так. Первое это абсолютное выхолощивание социально-экономических причин революции. То есть в экономике все было прекрасно и сейчас тоже в экономике все прекрасно. Вот. И если что-то не так, то смотри пункт 2. Это внешний враг. Который всегда ищет внутреннюю пятую колонну в виде борцов за социальную справедливость, чтобы ее мобилизовать на подрыв устоев. То есть я бы сказал так, что основная идея современных медиа как по поводу царской России, так и по поводу современной революции фашистская платформа. Совершенно верно. Это у кого-то густо, а у кого-то пусто исключительно потому, что есть враг и это его кознь. Это могут быть жиды, это могут быть... Кавказцы. Кавказцы, кто угодно. Пиндосы. Да. Да. Кто угодно. Вот. И в зависимости от конъюнктуры выбирается тот или иной враг. Вот это то, на что взял германцев Гитлер. На самом деле. Это же ужасно, то, что ты говоришь. Потому что это означать должно. Я с тобой не спорю, потому что многое из того, что ты сейчас описал, я и сам видел в своей работе. И не нужно видеть там доску Маннергейма или памятник Краснова, чтобы с этим столкнуться или это заподозрить. В 90-е годы мы тогда были моложе гораздо и не могли на это обращать внимание. Но вообще-то по всем каналам телевидения шла валом пропаганда такая. Снимались фильмы о Власове, показывались фильмы о Власове. Многие из тех людей, которые сегодня финансируют подобную работу, они вообще-то в 90-х годах приехали сюда возвращенцами, вчерашние иммигранты и потомки иммигрантов, получившие здесь большие куски собственности для того, чтобы все это обставить и финансировать. Вот это случилось уже. То есть это не то, что мы внезапно вдруг начинаем покрываться струбьями, мы давно и основательно подгнили и продолжаем разлагаться. Но вот вопрос, а это что получается абсолютно односторонний процесс, безответный, вот нас доклевывают, это советская идентичность, с которой мы начали, она не в состоянии сопротивляться, она обречена на повторение Украины? Нет, она не обречена на повторение Украины и она сопротивляется, она сопротивляется твоим проектам, моим проектам, она сопротивляется активностью большого числа людей. Единственная проблема в том, что в отличие от, может быть, представителей противоположного тренда, эти люди а, разрозненные и б, они не имеют такой мощной финансовой подпитки. Ну, потому что за ними нет класса, который был бы заинтересован в этом. Да, да, но тем не менее, тем не менее, тем не менее, как минимум, информационное сопротивление этому есть, и это информационное сопротивление успешное. А как ты оцениваешь причины того, что такие проекты появляются? Ну, каждый за себя сказать может. Ты какого года рождения? 81-го. 81-го. Фактически мы одно поколение. То есть мы еще чуть-чуть застали ту эпоху, мы еще смотрели те фильмы школьниками, и для нас, видимо, это много значило. Сейчас я вижу ребят, которые вообще никак, ни разу с советским временем не соотносятся, а вдруг начинают испытывать к нему интерес. И это не разрозненные какие-то вещи, это действительно приобретает характер тенденции. Чем это можно объяснить? Это же уже вроде бы как бы не советская общность, не советский народ. Ну, я бы объяснил двумя вещей. экономической и культурной. Экономическая история, она, собственно, говорит сама за себя. Социальное расслоение увеличивается. Мы являемся свидетелями развития социального расизма. И не каждый, но многие наши современники могли этот социальный расизм почувствовать на себе. И, собственно, развитие вот этих всех явлений, оно и приводит к ответу. Второй момент это все-таки ментальность. Это все-таки ментальность, которая складывалась веками и которая, наверное, отложилась в нашей культуре. Потому что, если ты вырос на Пушкине, Толстом и Достоевском, словно говоря, ты не можешь смириться с социальным расизмом, потому что большая часть русской литературы, она про другое. Вот не зря... В общем-то, да. Пожалуй, большевиков бы не было, если бы не было великих русских писателей. Да, да, совершенно верно. Потому что а советская культура, она еще больше про это. Вот. То есть, сейчас, когда ты смотришь советское кино, ты, ну, собственно, пропитываешься этими мыслями. Ты понимаешь, насколько оно, то, что ты видишь, противоречит тому, что ты наблюдаешь за окном. И русская литература, и советский кинематограф, и советская литература, это советское искусство, они задали очень высокую планку, очень высокую планку человеческой нравственности. Человеческой нравственности, которая несовместима с социальным расизмом, и несовместима с насилием одной узкой группы людей над целым народом. Вот. И поэтому культура, она как бы постоянно воспроизводит русская культура, она постоянно воспроизводит эти смыслы, она воспроизводит людей, которые не согласны с этим тотальным классовым расслоением. Но мы не можем, мне кажется, часто мысль эта приходит в голову, болтаться в воздухе, да, ведь до того или иного сопротивляющегося одухотворяет пример советских каких-то произведений, авторов, что-то, что он сохранил с детства. Но противоположный лагерь, как ты верно отметил, поддерживается классом. Без опоры на класс защищать советскую идентичность крайне затруднительно. То есть это можно делать, можно яркие выступления записывать, еще чего-нибудь там изобретать, но остановить эту мерную поступь фрайкоровских батальонов, приближающуюся, этим, возможно, вряд ли. Для этого необходима другая поступь. А мы видим, как тот класс, чьи интересы защищали как герои гражданской войны, так и герои Великой Отечественной войны. Вот сейчас мне, конечно, крайне удивительно видеть попытки превратить Зою Космодемьянскую в русскую, святую, избавить ее от ее комсомольского прошлого, от комсомольского билета, дескать, ну, была вот внучка-священника и больше ничего. Тем не менее, без опоры на класс, на мощное рабочее движение, которое, в общем-то, было бы главным защитником этой социальной справедливости, наши усилия могут оказаться всего лишь голосом одиночек. Я думаю, что есть некая обратная зависимость. Я думаю, что сначала возникает протест у представителей класса, потом этот протест смыкается с деятельностью интеллигенции и возникает большая революционная партия, как это было собственно с большевиками. Потому что партия большевиков на старте это была все-таки партия интеллигентов, которые работали с теорией. Но постепенно она сливалась с мощным рабочим движением и запрос был двусторонний. С одной стороны рабочий осознавая свои он наверное еще не мыслил это как класс не называл это классовыми интересами. Он просто искал справедливости. И ища справедливости он натыкался на внятное понятное ему объяснение более образованного человека. И в 17-м году произошло слияние научной и понятной широким массам теории и энергии железных и железной поступи батальонов пролетариата. Поэтому это двусторонний процесс и класс найдет партию а партия найдет класс. Один из самых популярных вопросов которые постоянно в комментариях возникают или в письмах это чего читать и чего смотреть для того чтобы ориентироваться в происходящем для того чтобы искать дорогу к тем самым утраченным образцам советской идентичности. есть несколько направлений можно читать литературу для попытки понять что происходит нужно читать конечно мне например очень много открыл Ленин это главный первоисточник и понимая Ленина можно многое спроецировать на сегодняшний день например на меня очень сильное впечатление свое время произвела статья Ленина о Петериме Сорокине эта статья была написана в 1918 году когда Петерим Сорокин объявил о том что он выходит из партии эсеров и прекращает заниматься политической деятельностью произошло это потому что в Германии произошла революция как известно и результатом этой революции было фактически насилие над побежденной Германией со стороны англо-американского капитализма и Ленин увидел в этом очень интересную тенденцию он сказал что это тенденция поворота к нам огромного класса мелкой буржуазии интеллигенции и офицерства это действительно было так и вот благодаря этой умной политике Ленина который не отвергал представителей других классов которые были готовы порвать порвать с ним и готовы были влиться в дело большевиков вот собственно и удалось сохранить в советской России значительную часть интеллигенции офицерства того образованного слоя который отличался от другой своей части только одним был готов нести эту культуру народ ну это на самом деле да очень интересный пример потому что он как раз здорово противоречит тому как ведут себя левые или сочувствующие левым сегодня отталкивая всех своих чужих собачьи грязясь друг с другом и безусловно отрицая любых людей не совпадающих с ними хоть чуть-чуть во взглядах а здесь получается пример того что ты борешься за каждую душу обывательскую за каждого публициста и интеллигента и ты можешь с Короленко жесточайшим образом не совпадать и клеймить его всячески но в то же время ты потом будешь издавать его большими тиражами и на свою сторону привлекать то есть увлечение привлечение борьба за умы и сердца это то чего сегодняшние мне кажется про советские вести совершенно не умеют ну я согласен и это в этом как раз конечно можно было с Ленина взять пример потому что у него было много разногласий со своими будущими соратниками до Октябрьской революции но потом очень многие из тех с кем Ленин был в конфликтах в спорах в ссорах он привлек на свою сторону и они вместе плодотворно работали это и Красин и Богданов и Максим Горький и целая плеяда таких людей которые потом влились и работали уже в советской действительности очень хорошо и плодотворно помимо Ленина что читать на мой взгляд очень важную роль по-прежнему играет классическая русская литература потому что это такой колокольчик который тебе не дает заснуть не дает тебе заснуть не дает тебе стать подлецом не дает тебе стать подлецом не дает тебе смириться с этой подлостью если ты читал после бала например или если ты читал тот же поединок который ты упомянул то он тебя возвращает в боевой тонус ты не даешь себе совершить ту или иную подлость который тебя подвигает действительность и то же самое касается и советского кинематографа например потому что я недавно пересматривал потрясающий фильм матрос Чижик про роману известного писателя Мариниста русского константина по рассказу это рассказ Константина Станюковича это рассказ про простого матроса еще до про жизнь простого матроса еще до отмены крепостного права который дружит с сыном своего капитана очень трогательный хороший добрый рассказ который воспевает самые лучшие черты в человеке несмотря на то что жизнь матроса плоха но тем не менее он остается хорошим очень порядочным добрым человеком этот фильм был снят в 1955 году это очень правильный мне кажется совет потому что тоже мы видим часто что люди двумя руками хватаются за теоретические книжки тонут исключительно в них хотя конечно теория важна и теория необходима но они перестают читать классику они перестают смотреть кино они превращаются в книжных червей или наоборот кто-нибудь вступив в отношения с Харуки Мураками или Паоло Каэля так кажется зовут человека и мыслит себя исключительно в этих категориях эстетствует не знает не видит ничего мне кажется одна из самых ценных особенностей советской культуры литературы искусства в принципе это реализм это изображение жизни такой какая она есть такой какая она видна и понятна ведь наша сегодняшняя медийная литературная культурная действительность переполнена какими-то искажениями аберрациями постоянными нам все время рисуют мир которого нет голливудские фильмы рассказывают нам о мире которого нет романы сегодняшних писателей происходит вообще непонятно где и непонятно с кем везде какая-то иллюзия везде сплошной декаданс тоже наверное очень знакомый нашему обществу феномен все это проходилось уже когда-то и салоны уже такие были и танцы уже были и песни о том же были и возникал постепенно в ограбляемом в униженном народе жуткий запрос на реализм на разговор собственно русская реалистическая литература она этот запрос ведь и удовлетворяла и сегодня по-моему тот же самый запрос возникает я считаю что русская реалистическая литература удовлетворяла ее более чем то есть она удовлетворяя этот запрос даже жертвовала появлением в ней каких-то низких развлекательных жанров меня всегда интересовал всегда удивляло почему русская литература дав миру и России Толстого Достоевского Чехова в конце 19 века не дала ни Жюль Верна ни Фенемора Купера ни Джойса предположим я имею ввиду именно не модернизм а именно низкие жанры развлекательные развлекательной русской литературы практически не было это были какие-то когда она появилась она копировала вторичная она копировала и либо все равно воспитывала русская литература никогда не была литературой ради развлечения то есть какой-нибудь Эдгар Райс Берроуз который писал много быстро и для Голливуда или там Эрл Стэнли Гарнер который писал детективы про адвоката Перри Мэйсона он в России появиться не мог в России мог появиться только автор который даже если бы детектив писал или там научно-фантастический роман он бы воспитывал Александр Беляев который собственно Богданова в какой-то степени наследовал или там Алексей Николаевич Толстой с его элитой фантастика да фантастика но это глобальная все равно проблема которая наводит на какие-то мысли с выходом в современную реальность то есть русская литература она не мелочилась не мелочилась и да в общем она пожертвовала появлением низких жанров вот ради того чтобы решать именно глобальные вопросы человеческие интересно как в этой обстановке когда всеми силами каждый народ составляющий сегодня нашу теперешнюю российскую как националисты презрительно говорят россиянскую общность мультикультурную общность каждый народ стремится обособиться выдвигать своих героев свою литературу даже если она очень маленького ограниченного масштаба как сохранять вот это взаимное движение уважение к людям которые метут пол в супермаркете понаехавшие отбирая кусок хлеба за их спинами тоже какая-то литература просматривается если изучать этот вопрос они просто видите в них гастарвайтеров вот как бороться с этим с насаждением взаимной ненависти которое очень легко распалить сегодня неравенство столько что достаточно поднести спичку и взаимному и поощрять взаимный интерес между культурами внутри вот обломков на руинах советской культуры ну я вижу только один способ надо брать все технологии придуманы надо только использовать их ради тех целей которые ты преследуешь которые ты тех ценностей которые ты исповедуешь вот например есть ютуб ютуб это инструмент который позволил там 15-16-летним школьникам набрать 4-10 миллионов подписчиков и их видео смотрят 20 миллионов одно видео можно посмотреть 20 миллионов человек в значительной степени эти видео дебилизируют наше население и я например своего сына периодически отгани от ютуба чтобы не смотрел всякие странные вещи которые не несут от которых никаких позитивных последствий быть не может но вместе с тем это интересный феномен надо понять каким образом все эти люди завоевали эту аудиторию и вычленив определенные технологии из вот этого результата мы можем проделать все то же самое но только и должны проделать все то же самое но только с трансляцией противоположных смыслов мне кажется залог их успеха это как раз то что они показывают то что мы показывать по определению не можем они опираются ориентируются на самые низменные инстинкты поэтому их смотрим ты же не можешь делать то же самое ты получишь аудиторию но ты перестанешь быть тем кто ты есть здесь есть несколько нюансов во-первых первая аудитория которая пришла в ютуб это была аудитория подростков но эта аудитория взрослеет с каждым годом если два года назад в тренд выходил какой нибудь Иван Гай я не знаю знаешь это кто это или нет но это не образец высокого вкуса то теперь в тренды выходят гораздо более серьезные гораздо более серьезные видео и пример того же Дудя показывает что на это есть запрос и еще через два года они станут еще старше да они станут еще старше и старшее поколение кстати приходит потому что она просто осваивает этот инструмент она понимает вот есть люди которые достаточно уже пожилые они мне пишут задают вопросы в соцсетях прошел ли уже мой ролик по ютубу то есть они думают что ютуб это тоже самое что телевизор потом они выясняют что не то что самое а что те 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 paisы они работают в любой момент поícia потому что там они будут для себя многое много много Tech и наша задача делать Наша задача делать много контента, я вот так думаю. Надо, чтобы все делали контент, а не только несколько человек. И чем больше будет создателей контента, тех самых агитаторов и пропагандистов, тем больше шансов на то, что эта аудитория выйдет разрастаться. Но последнее. Дуть ли, не дуть ли, эти люди все-таки, каким бы кривым, косым, порнографическим, отвратительным, неподходящим для нас не был этот образ. Но то, что они предлагают, это образ будущего. Мы с тобой сейчас час говорили о прошлом. Мы говорили о том, как оно было хорошее, как оно было утрачено, как его догрызают, как его добивают, какие мы несчастные с всех сторон нас атакуют. Точка, конец, может быть, не конец, может быть, еще будет ответный удар, неважно. Образ будущего, который мы должны привлекать, будущее заключается в чем? Он должен состоять из советской шинели и шапки-ушанки. Я бы сказал так. Во-первых, я не считаю, что образ будущего, который транслирует Дуть и остальные, он привлекательный. Ну, откуда тогда берутся миллионы? Это образ настоящего. Это не образ будущего. Это образ настоящего, в котором сидит симпатичный, успешный молодой человек, у которого большая зарплата, гаджет, хорошая машина и так далее. Это образ настоящего. А вот образ будущего, который за этим стоит, хотя его и не каждый... В известном смысле эта аудитория создается завистью. Не завистью, а желанием быть похожим. Такой бытовой, мещанской... Это можно по-разному назвать. Это можно назвать завистью, а можно назвать мотивацией. Окей. Very well. Но все же я считаю, что это образ настоящий. А вот образ будущего, который за этим стоит, он, на мой взгляд, очень непривлекательный. Потому что это образ будущего, который еще непонятно, работает ли он на сохранении человечества или на его уничтожение. На мой взгляд, он может привести исключительно к какой-то антиутопии. Потому что это, безусловно, образ разделения людей на отверженных, на марлоков и на элоев. Это образ разделения людей на высшую и низшую расу. И стремление человека в этих условиях сводится к тому, чтобы попасть в высших, а не в низших. На уверенности, на надежде в том, что удастся это сделать. Да, да. На надежде, что об остальных вариантах никто не думает. Но не удастся. Но не удастся. И это будущее, оно не привлекательное. Нет. Оно не привлекательно, но привлекательно только в такой, как бы, зачаточной фазе. Вот сейчас относительно спокойно. Конкретно их, тех людей, которые ведутся на это, их конкретно это пока не коснулось. Вот поэтому для них это привлекательно. Но это неминуемо их коснется. Это не может не коснуться. Это коснется их неминуемо. И вот тогда придется делать другой выбор. А образ будущего наш, он иной. И на мой взгляд, несколько важных составляющих в нем есть. Во-первых, это все-таки идея равенства возможностей. Настоящего равенства возможностей. И это то, чем именно ценен опыт Советского Союза. То есть ни ушанка, ни водка, ни ядерная бомба. С ГУЛАГом. Равенство, базовое равенство возможностей. И возможность для раскрытия своих собственных талантов и желаний. Реализация того, к чему ты предназначен, а не того, к чему хочет от тебя рынок. Творчество. Творчество, да. Второй момент, это безусловно технический прогресс. И здесь на нашу мельницу будут лить в воду все черносотницы со всем своим мракобесием и сектантством. Потому что ими, этим мракобесием и сектантством, перекормлены все до тошноты, до рвоты. И слово прогресс сегодня вновь приобретает популярность. И таким образом поощряется интерес молодежи в том числе. Вот это все молебны вокруг Илона Маска. Они же являются отражением именно этого. Потому что до чертиков надоело уже сусальное, квасное и капустное. Ну вот здесь как раз нам может помочь история Советского Союза. Потому что Советский Союз это был, безусловно, сверхнаучный проект. И я бы отметил, что вот у нас много, опять же, рассказывают про философский пароход. Допустим, философский был, но вот научного парохода у нас не было. И подавляющее число научных элитариев, представителей научно-технической интеллигенции, оно осталось в Советском Союзе и работало в советской действительности. Почему? Потому что с самого начала, буквально там с зимы 1918 года, от Совнаркома пошли сигналы, что советский проект это проект развития науки. И поэтому здесь остались такие люди, как Вернадский, как Павлов, как Академик Ферсман, как Академик Стеклов и другие великие наши ученые. И именно поэтому, потому что ничто другое удержать их не могло. Справедливость, образование, наука и технический прогресс. Да, да. Вот эти три Кита, если можно так сказать. Большое тебе спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...